Вот он, красавец бамбук. Очень полезная трава. Из нее строят дома, изготавливают предметы интерьера, домашнюю утварь. Используют в текстильной промышленности. За год бамбук дает в 10 раз больше урожая, чем хлопок. За сутки бамбук может вымахать на метр. Не поливать, не полоть не нужно. Люди используют растения во всех сферах жизни уже несколько тысячелетий. А вот текстильное полотно из этой злаковой травы появилось недавно, в конце 90-х прошлого столетия. Технологию создания волокон придумали японцы. Она дорогостоящая. Измельченные стебли обрабатывают белковыми ферментами. Изделие из такого материала – сегмент премиум-класса. Например, стоимость двуспального постельного белья начинается от 5,5 тысяч рублей и доходит до 18. Цена комплекта из двух полотенец – 2 тысячи. Некоторые изготовители, чтобы не пугать потребителей кусачей ценой, удешевляют производство. Химический способ. Измельчают стебли бамбука и обрабатывают их щелочью. Стебли древесины растворяются, потом вот эту массу пропускают через кислоту. И образуются нити. То есть и такое волокно называют бамбуковая вискоза. Нечестные производители на этикетке такую информацию не пишут. А ведь при такой технологии теряется экологичность вечно зеленого растения, гигроскопичность, его антибактериальные свойства. Считается, что листья выделяют антибиотик, который уничтожает большинство патогенных микроорганизмов. И подобные продукции переполнены при лавке рынков. И еще за бамбук выдают обыкновенный хлопок или просто синтетику. На рынке мы купили вот такие носки. Называются «Новые мечты бамбук». Давайте посмотрим состав. 80% хлопок, 15% спандекс, нейлон 5%. Спрашивается, а где же бамбук? По всей видимости, это такой рекламный код. Ирина Щербина о носках знает все. Она руководит целым предприятием, где их изготавливают. Говорит, настоящие натуральные бамбуковы – тоненькие, шелковистые, с шероховатой текстурой. Они не натирают ноги, когда человек много двигается. Хорошо впитывают влагу, убивают неприятный запах. Также бамбук обладает таким свойством, то есть он держит температуру, которую необходимо при данных температурных условиях. В летом в них не жарко, так как они создают чувство прохлады. А зимой они холодно, то есть они согревают. Поэтому их можно носить в носочки из бамбука круглый год. Любителям экологичных одеял из бамбукового волокна тоже нужно быть на чеку. Лучше покупать товар в проверенных магазинах и помнить, что при множестве плюсов – гипоаллергенности материала и его легкости, способности поддерживать оптимальный температурный режим, простоте в уходе – существуют и минусы. В условиях сырой приморской погоды изделие быстро изнашивается, постоянно насыщаясь влагой. Из-за невысокого качества материала, из которой сшит чехол, неопрятных швов одеяло может шелестеть. То же самое касается и подушек. Если производитель говорит, что подушка из бамбука, это не значит, что она вся будет из бамбука. Сейчас откроем и посмотрим, что внутри. Вот это синтетика. Из бамбука только вот эта часть. Итак, загадочного гостя из Азии можно пригласить в свой дом. Но он дорогой в прямом смысле слова. Может остаться верными старому доброму другу-хлопку? Решать вам.